Для начала поделимся, как ты выглядишь. Как тебя за мной. Ну вот, то есть это я выгляжу отлично. Ты тоже, как можно создать себе другое действие, и сейчас я слышу, пока начнем наш рассказ. Пип-пип. Ну вот, будильник. Ты пытаешься нашарить будильник на тумбочке, но чувствуешь только воздух и резкую боль у сгиба локтя, как будто что-то впилось в руку. Ай, что за... И хотя разлепив глаза, ты видишь незнакомую комнату, холодную и по больничному чистую. Ого, ничего себе. Отпустив глаза, ты замечаешь змеющуюся около руки длинную прозрачную трубку катетера, а рядом с кроватью непонятное устройство, громким писком отсчитывающее каждый удар пульса. «Ах, Лоня, кто-нибудь скорее очнулась наконец!» Но в глазах вдруг рябит и темнеет, и сознание указает от тебя. «Я посплю еще пару минут, ладно?» «Пульс ровный». «Говорю вам, она только что очнулась, я как раз стала налить себе кофе». Собравшись силами, ты открываешь глаза, пытаясь на этот раз не потерять сознание. «А, вот и ты!» «А, Хлоя, ты в порядке?» «Конечно, она в порядке, она сильная девушка». «Хлоя, ты помнишь, где ты у нас сейчас?» «Ты мотаешь головой, честное слово, эту комнату ты впервые видишь». «То есть как, нет? Ну, доктор...» «Эшли, не мешайте ей, пожалуйста. Хлоя, меня зовут доктор Мартинес. Ты в палате Блэквудской больницы». «Ты молчишь, не понимаешь и глядя на них. Все эти имена тебе незнакомы». «Ты помнишь, как сюда попала?» «Нет». «Машинально взглотнув, ты чувствуешь, что горло пересохло. Говорить трудно, удается только хрипеть». «Воды!» «Ты хочешь пить, моя хорошая? Доктор, ей сейчас можно пить?» «Конечно, но только через трубочку. Хлоя, пей мелкими глотками, хорошо?» «Да». «Хлопочущая вокруг тебя женщина не сразу замечает возникшую за их спином мужчину среднего возраста. В руке у него стакан воды». «Уже несу стакан, уважаемый, только налил». «Ты чувствуешь, как в комнате заметно холодает. На лице у мужчин играет улыбка, через чего нельзя сказать о женщинах». «Он предлагает мне воду взять или отказаться». «Да, конечно, я очень хочу пить». «Ты принимаешь стакан и с наслаждением отпеваешь воды, но одна из женщин, та, которую зовут Эшли, выглядит обиженной». «Вообще-то я и сама могу». «Достаточно просто спасибо». «Ммм, выходит, они знают друг друга». Эшли и доктор Мартинес обжигают незнакомца недовольными взглядами. «Если не ошибаюсь, инспектор, я обещала вам позвонить, как только она очнется». «Да, все верно, но я решил сам подождать. Как вы сами сказали, она сильная девушка». «А кого-нибудь другого сюда направить не могли? С чего вдруг именно вам надо ее допрашивать?» «Нет, другого не могли. Я же говорил, у нас на участке сейчас хлопотный проворот». «Главное, что Хлоя очнулась. Если не возражаете, я задам ей пару вопросов». «Вообще-то, инспектор, я работаю, а вы мне мешаете». «Работает тоже мне. Я все слышала из-за двери. Она в порядке, вы сами только что сказали». «Так что теперь моя очередь задавать ей вопросы». «Подождите». «Все немедленно замолкают и смотрят на вас». «Вообще-то, я хочу вас спросить, что вообще случилось? Почему я здесь?» «Дуктор». «Говорю вам, все будет хорошо. Временная потеря памяти, конечно. Не типичная для ситуации такого рода, но ничего необычного нет». «Милая, как ты себя чувствуешь? Только скажи честно». «Как я себя чувствую? Нормально». «Я просто хочу понять, что происходит?» «Мы все тебе расскажем, как только...» «Все, Эшли, довольна. Я очень хочу, чтобы Хлоя прямо сейчас, без постороннего вмешательства, сама мне рассказала всю версию происшедшего». «Ладно, а вы кто?» «Мужчина смотрит на вас в нескрываемом удивлении». «Эшли и доктор Мартиненс, похоже, тоже не ожидали от тебя этих слов». «Флойд, ты помнишь эту женщину?» «Вы назвали ее Эшли». «А до этого ты знала, как ее зовут?» «Нет, не знала». «Я инспектор Роговский, полиция города Блэквуд. Хлоя, ты совсем не помнишь родную тетю Эшли?» «Ты мотаешь головой, и тетя Эшли пожимает руку к рту». «Она мне родная? Тогда почему я ее не помню? Извините». «Со слезам на глазах тетя Эшли поворачивается к доктору». «А вы говорите, что она в порядке?» «Ее томограмма нормальная, травмы головы нет. Как такое вообще может быть?» «Хлоя, можешь рассказать мне о себе что-нибудь?» «Да, могу, хорошо. Я...» «Ты пытаешься рассказать ей о себе, но слова как будто застряли внутри». «Что угодно, из какого-то города». «Вы сказали, что... Вы сказали, что это Блэквудская больница. Значит, я из Блэквуда». «Ну, ты точно это помнишь? Или просто услышала от доктора и теперь так думаешь?» «Ты начинаешь паниковать и дышать все чаще и чаще. Почему вокруг тебя одни незнакомые лица? Почему они, а не те, кого ты знаешь?» «А где мои родители?» «После этого вопроса тетя Эшли бледнеет от ужаса. Твоя паника усиливается». «С ними что-то случилось? Что со мной? Почему я ничего не помню?» «Милая, все будет хорошо. Только дыши глубоко, пожалуйста». «Разбудившая из себя странное устройство начинает пищать все чаще и чаще. Где-то за дверью раздается громкий тревожный сигнал. У нее опасно растет пульс. Выходите из палаты прямо сейчас». «Никуда отсюда не уйду. Я ей нужна». «Тетя Эшли хватает тебя за руку, пока ты изо всех сил пытаешься вспомнить о ней что-нибудь, хоть что угодно, но твоя память совершенно чиста. Медсестры вбегают в палату, и доктор Мартинец начинает отдавать указания. Твое сердце стучит быстро и быстро, как будто хочет выпрыгнуть из груди». «Эшли, умоляю, не мешай врачу». «Инспектор Роговский вводит охваченную паникой тетю Эшли за дверь». «Смотря ей вслед, ты не замечаешь, как доктор подсоединяет шприц к твоей капельнице, и на тебя сразу наваливается ценливость. Ты откидываешься на подушку, не в силах сопротивляться». «Почему? Почему? Я не помню». «Прошло два дня. Ты сдала десятки анализов и познакомилась чуть ли не со всеми врачами-специалистами в мире. И вот тебя наконец выписали из больничной палаты. Пора ехать домой». «Вот только я теперь совсем не знаю, куда я ты домой». «Как ты, моя хорошая?» «Что мне ответит тетя Эшли?» «Я в порядке». «Точно в порядке? Или ты просто хочешь меня успокоить?» «Точно в порядке. Должно же быть что-то или кто-то, кто поможет мне вспомнить, что со мной случилось». «Я и так провела более чем достаточно времени в больнице». «Тебя ведь не просто так выписали. Доктор Мартинес уверен, что знакомые места могут оживить воспоминания». «Все будет хорошо. Ты скоро все вспомнишь. Я в этом даже не сомневаюсь». «Уже надеюсь, так неприятно жить без всего, что делает меня мной». «Тетя Эшли вызвалась отвезти тебя домой. Улицы Блэквуда, соседние дома. Ты все как будто видишь впервые». «И вот наконец-то и дома. Шагнув внутрь, ты чувствуешь какой-то почти знакомый аромат. Пытаешься пробудить свою память». «Нет, ничего. Пусто». «Ну как, вспоминаешь?» «Так, кидываешь взглядом дом и медлишь, прежде чем ответить ей». «Я даже не знаю. Я не знаю даже, как это сказать. Вокруг меня столько всего. И я знаю, что должна это вспомнить. Но не могу. И все тут». «Ничего, хорошая моя. Не торопись. Тут наверняка надо проявить терпение». «На холодильнике ты замечаешь фотографию девочки-подростка с родителями на пляже. Растерянно моргнув, ты понимаешь, что смотришь на себя несколько лет назад». «Даже саму себя едва я узнала, не говоря уже о родителях». «Тетя Эшли, это ведь мои родители на фотографии. А когда они будут дома?» «Почему они не забрали меня из больницы?» «О, Хлоя, твои родители!» «Неожиданно входная дверь распахивается с такой силой, что вы с тетей подпрыгиваете на месте. Мгновение спустя на кухню вбегают взволнованные юноши и девушка по виду твои родственники». «Глэн, Надя, сейчас не время. Хлоя, тебя наконец выписали. Эти дурацкие врачи никак не давали нам навестить тебя. Я так рада, наконец, ты дома, жива и здорова». «Надя, погоди, дай ей хотя бы пару секунд». «Но девушке все равно. Она мчится тебе навстречу, но останавливается, заметит твое недоумение. Юноша тем временем поворачивается к тете Эшли. «Я увидел вашу машину на улице и написал Наде. Своими словами объяснил все, что вы мне рассказали. Но вот не поверила, сами видите». «Хлоя, ты помнишь, кто мы с ним такие?» «Ты бросаешь взгляд на тетю Эшли. Вдруг она что-нибудь подскажет, а затем снова смотришь на парочку. «Значит, ее зовут Надя. Вот она расстроилась. Мои друзья, да?» «Услышав это, Надя лучится от радости, но Глен и тетя Эшли обмениваются встревоженным взглядом. Их ты, похоже, не убедила». «Видели, она уже вспоминает». «Не торопи ее, Надя. Как вспомнит, так и вспомнит. Ей столько пришлось пережить. Я тут прочитал, как помогать при потере памяти. Если постоянно будешь спрашивать, это помнишь, а это помнишь, Хлоя только устанет быстрее. Надо подождать пока и верить, что рано или поздно все опять будет в порядке». «Ладно, я… Ну, ты извини». «А пока давай я тебя выручу, чтоб было проще. Я Глен, а это Надя. Мы твои лучшие друзья». Что именно на это ответить? «Радова. Даже если я вас пока не помню, все равно приятно знать, что обо мне так беспокоятся такие хорошие люди». Не выдержав напряжения, Надя начинает плакать и обнимает себя так крепко, как будто пытается выжать из себя все воспоминания о вашей дружбе. Глен как будто тоже хочет последовать ее примеру, но в последний момент передумывает. Пару секунд спустя он осторожно кладет руку Наде на плечо и та не хотят пускать от себя. «Ладно, ребята, на сегодня хватит шуметь. Флоя только выписалась, ей нужно время, чтоб прийти в себя. Через пару дней она вернется в школу. Сейчас ей надо отдохнуть, а завтра можете прийти в гости». «Твои друзья понимают, что не время спорить. Ты провожаешь Глену взглядом до самой двери». «Береги себя, Хлоя». «Глен красив, немного женственной красоты, и это трудно не заметить». «А он симпатичный. Интересно, я всегда так думала?» Наступил новый день. Выйдя из душа, ты слышишь какой-то странный шум в своей комнате. «Тетя Эшли, это ты?» Приоткрыв дверь, ты тихо заходишь внутрь и застываешь на месте. Перед тобой стоит Глен. «Хлоя, все в порядке, это я». «Ты что делаешь в моей комнате?» «Я...» «И только сейчас Глен замечает, что ты не совсем одета. В несколько мгновений он смотрит на тебя, затем, вздрогнув, отворачивается». «Ай, прости». «Ты чем вообще думаешь? Закрой глаза». «Прости, прости, прости». «На всякий случай ты проводишь рукой перед его лицом, чтобы убедиться, что он действительно зажмурился». «А ведь он в самом деле неплохо выглядит». «Это что, одно из моих воспоминаний?» «Ты еще там?» «Да, не смотри». «Ты так и не ответил. Как ты попал в мою комнату?» «В той книге про аминезию был совет. Помогите вернуться в прежний привычный ритм жизни. Вот и я и в лес через окно. И вот это вот ты называешь привычным?» «Тот пожимает плечами». «Да, для нас с тобой поверить Глену на слово или нет». «Сейчас меня можно заставить поверить во что угодно. Надо быть осторожнее. Значит, прежний привычный ритм жизни, говоришь, все быстрее наладится?» «Ну, в книге так сказано». «В больнице мне тоже так говорили». «Ладно, выгонять тебя я не буду, но пока я не одену, смотри в пол». «Хорошо». Глен, берив взгляд в пол, нащупывает угол кровати, чтобы сесть, пока ты изучаешь содержимое своего шкафа. «Так, что сегодня надеть?» «Ты нащупаешь ногат одну из вешалки, морщишься, разглядывая находку». «И что? Вот это я носила?» Глен машинально поднимает взгляд, чтобы посмотреть на платье, но ты при этом никуда не делась. «Ай, прости». «Ну да, обычно ты такое и носишь». «Вот это? Ты серьезно?» «Если не веришь, могу прямо сейчас Наде написать». «С недовольным вздохом ты снова заглядываешь в шкаф и наконец обнаружишь хорошо замаскированную полку с одеждой, которая тебе больше по вкусу». «Вы как хотите, а я считаю, что самое время обновить имидж». «Ого, все наряды прически теперь доступны на кнопку справа угла, чтобы выбрать свой новый имидж». «Ну чего ты так долго?» «Сейчас, одну секунду». «Ну уже должно же быть что-то нормальное». «Итак, Федя». «Тут недалеко кафе, Надя нас там и ждет. Ты как, готова к вылазке?» «Но ты не успеваешь ответить, дверь в твою комнату постучали». «Флоя, ты с кем ты разговариваешь? Я могу войти?» «Черт, это тетя Эшли, надо спрятаться». «А мне говорил про привычный ритм жизни». «Да, но тете Эшли такие привычки не нравятся». «Глент забирается в твой шкаф и бесшумно закрывает дверцы. И как раз вовремя тетя Эшли не одна, у нее на руках устроился черный кот». «Твой любимчик сидел у двери и ждал тебя. Он так скучал». «Она сажает кота на твою кровать и тот смотрит на тебя огромными глазами». «Ну погоди, вот тебе киса, я почему-то…» «Ну погоди, вот тебя, киса, я почему-то помню лучше всего. Его зовут Арнольд, да?» «Да, верно». «Неожиданно шкаф за тобой чихает. Тетя Эшли тут же сдвигает брови». «Ой, черт». «Глент выбирается из шкафа, стараясь придать себе невинный вид». «Молодой человек, вам чем-то не нравится наша входная дверь?» «Ха, ну извините, ты со мной еще за цветочный горшок не рассчитался, я все помню, даже не надейся». «Я не надеюсь, я как раз искал новые все это время». «Обычный цветочный горшок, Глент, любой горшок для растений, честное слово». «Да, как только так сразу, нас там Надя ждет, как раз идти собирались». «Вот Хлоя подтвердит, а как назад пойдем, я и куплю». «Тетя Эшли строго смотрит на него, потом на тебя, а затем сдается». «Ладно, все равно нечего дома без дела сидеть». «И прошу тебя, Глент, в следующий раз через входную дверь Арнольд и тот уже запомнил». «Само собой». «И про горшок не забудь». «Непременно». «Тетя Эшли выходит из комнаты, а ты поворачиваешься к Гленту». «Горшок, значит». «Глент расплывается в их мылке». «Лез к тебе в окно пару месяцев назад и столкнулся под оконник и горшок с каким-то цветком». «Само собой разбила, много шума, много грязи». «Тетя Эшли потом заставила нас вдвоем все убирать». «Между делом он бросает на тебя взгляд слона, пытаясь угадать, помнишь ты или нет». «В общем, я ей этот горшок должен». «Вот, а чертов горшок». «Значит, про то, что часто лазил ко мне в окно, он не врал». «Что сказать про привычку Глента залезать к тебе в окно?» «Не выставлять же такого красавца на улице. Все таки было, говоришь. Ладно, подыграю тебе». «Глядя на него, ты замечаешь, что улыбаешься. Глент тоже. Он сдается первым, отходит взгляд и прячет руки в карманы». «Нам пора, Надя уже давно ждет. Я не помню, куда идти, так что показывай дорогу». «Несколько минут спустя ты уже сидишь в кафе с Надей и Гленом. Он успел заказать себе напиток, большой латте с пряностями и шапкой сливок. Ты пробуешь угощение». «Я всегда такое заказываю?» «Ну да, как, что скажешь?» «Сладкий и пряный, обожаю. Не думала, что мне нравится что-то вот такое необычное. Раз уж мы здесь, я хочу узнать о себе немного больше». «Глупо звучит, наверное, но чем я была? Какой я была? Я даже не знаю, с чего начать». «Это он так хочет сказать, что ты классная, отличная и верная подруга». «Да, и не только. Умная, смешная, красивая». «Она характер имела в виду, Глен, красивая». «Но я же не обманываю?» «Спасибо, конечно. А что насчет плохого?» «Твои собеседники нерешительно переглядываются». «Я серьезно, у любого человека есть что-то, что тебе не нравится. Никто ведь не совершенен». «Хлоя». «Да, да не, шучу я. Не бойтесь. Ни на кого не обижусь. Я все равно не помню ничего, что произошло до больницы. А раз я себя не помню, то и обижаться на себя тоже смысла нет». «Верно?» «Ты сейчас не шутишь?» «А про что именно ты бы хотел услышать?» «Про мой самый-самый плохой поступок. И почему вы до сих пор считаете себя моими друзьями?» «Не знаю, вдруг я кого-нибудь когда-то предала». «Набрав полный легкий воздух, она достается за стола». «Минутку, я сейчас вернусь». «Она торопливо уходит в сторону туалета, а Глен, его взгляд словно прикован к стакану». «Ой, блин, что я такого сказала?» «Глен, что такое?» «Ну, знаешь, ты как хочешь, а нам как бы неудобно говорить о твоих недостатках. Твоих друзья все-таки». «Да я как-то об этом не подумала». «Я что, Надю когда-то обидела? Если ей хотелось побыть одной, значит сильно обидела». «Ну, мне не судить. Может, лучше тебе с ней поговорить один на один?» «Я-то думала, эта тема давно пройдена. Может, ей просто больно снова ее поднимать?» «Блин, я плохая подруга, да?» «Тот, наконец, открывает взгляд от своего напитка и неожиданно нежно смотрит на тебя». «Мы с тобой с самого детства знакомы, так что у меня мнение предвзятое. Ты классная». «Я серьезно. Скажи, как есть, ладно?» «В ответ ты слышишь его глубокий вдох». «Ладно». «Если уж совсем откровенно, иногда тебя заносит. Иногда ты поступаешь как хочешь и не думаешь, как это отразится на людях рядом с тобой». «Иногда из-за этого с тобой бывает трудно дружить». «Почему? Тогда почему мы до сих пор друзья?» «У тебя много других хороших качеств. И мы готовы терпеть, потому что очень ценим. Мы тебя очень ценим». «Прежде чем ты успеваешь задать Глену следующий вопрос, кто-то спотыкается о ножку твоего стула». «Ты поворачиваешься на звук, и в этот момент какая-то девушка, твоя ровесница, летает тебе в плечо и выбивает стакан из руки. Ты отшатываешься вместе со стула, но напиток успевает пролиться на одежду». «Да блин. Ава, ты серьезно? Чего я расселась? Аккуратнее надо добыть». «В смысле аккуратнее? Сама не упружая, а вон». «Ладно, не хватало мне только скандала». «Ладно, не важно, прости». Затем Ава прищуривает, словно узнала тебя. «Ха, это тебя откачивали после передозы за городом? И чего я удивляюсь, как они вообще тебя из палаты выпустили?» «Слушай, Ава, мы и так тебя в школе по семь часов в день терпим. Это просто за глаза хватает, ясно?» «Может, тебе уже пора вернуться к своим? Не знаю, чем сейчас занималась. Тем и иди занимайся. Будь уж так любезна». «За спиной у Авы возникает квадратная мужская фигура. Квадратный вид ее ровесник. Приобнимает Ава за плечи». «Ну, отлично. Вот и Кевин». «Эти дебилы тебе лезут или что?» «Ава как раз с нами прощалась, все верно?» Словно с подтверждением Глэм машет ей ручкой. «Пока-пока, Ава. Я тебя сейчас урою, трансвестит». «Какой еще трансвестит? Я из Кореи, а не из Таиланда. Сколько можно говорить, даже оскорблять не умеешь». «Квадрат, угрожающий, шагает в сторону Кевина, но Ава хватает его за руку». «За чего ты, малыш? Не надо обо всякий мусор пачкаться. Пойдем куда-нибудь в нормальное место». «В этот момент Надя возвращается к столику, поглядывая на Аву с неприязнью». «О, ты посмотри, а я думала, у тебя сюда ходить совсем денег нет. За их счет решил отдохнуть или как?» «Твое молчание не скользнуло от Авы и так победоносно хмыляется». «Ну вот тебе и ответ. Даже друзья за тебя постоять не могут, Надя. А ты как думала?» «Яблочко от яблона недалеко падает. Что еще?» «Ава, ты мой, да замолчи уже, прошу. Ну вот умоляю, замолчи». «Не можешь найти кляп какой-нибудь? Нет кляпа? Найди что угодно. Кевин тебе даже спасибо скажет». «Но Ава пропускает его слова мимо ушей и выходит из кафе с Кевином под ручку, не выпуская Надю из виду». «Ненавижу эту сволочь». «Я тоже. Я ведь ее и до потери памяти ненавидела. Прошу, скажи, что я ее ненавидела». «Мы ее все ненавидим. Она, ну, родители Авы разозлили отца Наде». «Сама Надя молчит, уставившись в свой стакан». «Надя, может мне рассказать об этом?» «Можешь мне рассказать об этом?» «Нет, не сейчас». «Знаешь, Клоя, тебе везет, что ты не помнишь. Я бы так хотела забыть, что ее семья с моей сделала». «Или отомстить им». «В глазах у Нади загорается опасный огонек, такой, что по телу пробегает дрожь, а в глазах у Гленок так и читается «не надо, не сейчас». «Может мне и впрям повезло, что ничего не помню». «Наступает вечер. Ты лежи в своей кровати и играешь на телефоне. Кот Арнольд заходит в комнате, запрыгивает на тебя». «Ох, киса, ты меня сейчас напугал». «Ну, чего тебе?» «Арнольд тычет ладонь лбом и довольно урчит, пока ты тешишь его за ушком. Ты не сводишь с него глаз, и чем дольше ты смотришь, тем сильнее чувствуешь. Ты знаешь этого кота, ты совершенно никого не помнишь. Но Арнольда…» «Арнольд я совершенно точно помню. И почему ты, мне кажется, таким знакомым». «Потому что мы друг друга хорошо знаем, глупышка. У тебя мало времени, надо как можно скорее тебе все вспомнить». «Как это что?» «Как это что?» «Странка». «Потому что это не надо какого времени, да?» «Тережда» «Отъемленное», «Ах, как главное здесь что?» «Ах!